Девушки отдыхают 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 И я думаю, что это хороший знак, что все-таки мы движемся в направлении не только к завершению этого проекта, но и, возможно, к заключению каких-то новых соглашений. Но это, конечно, будет зависеть не только от российской стороны, а от иранской стороны, как она видит эту проблему и будет ли возможность продолжать это сотрудничество в области атомной энергии. Я полагаю, что это сотрудничество полезно в любом случае и действительно позволяет Ирану выйти на новый технологический уровень, что крайне важно, и что очень хочет, опять же, Запад. Кроме того, мы знаем, что в свое время в рамках решения Совета Безопасности, резолюции Совета Безопасности по Урану, значит, бывший президент России, он сдавал въездовый указ, по которому наше сотрудничество в частности военной области значительно было сокращено. Но я полагаю, что в будущем все-таки будет решен вопрос о передаче, если не этого комплекса, С-300, то вот так вот и нового, можно даже более совершенного комплекса, продолжим его Ирану, что позволит их усилить обороноспособность. Ирана в случае возможных каких-то, так, недрожественных, скажем так, стран. И визит Лаврова, последний вариант, и вот последняя пресс-конференция президента, у которой были уже российские отношения, позволяет надеяться, что это отношение, они уж на хорошем уровне, но будут улыбаться, рассчитываться, и чувствуется вот такое, что этот год прошедший дал хороший, позитивный, и пусть развитие нашим отношениям позволяет надеяться, что наши отношения в будущем будут строиться, ну, если не на вызове, не на вызове, не на вызове, не на вызове, и будут только укрепляться. А теперь предлагаем ваше внимание ознакомиться с мнением заведующего сектором Ирана Института Востоковедения Российской Академии НОК Нина Мамедовой. Этот год был год непростой в наших отношениях. Тем не менее, год был, я бы сказала, обнадеживающий. И вот почему. В этом году тот объем работ, который был нацелен постоянно работающей комиссией, вот, российско-иранской, он позволял надеяться и позволяет надеяться на то, что перед двумя странами стоят не просто задачи, да, какие-то такие перспективные, и о которых думают, ну, и вполне конкретные задачи, о которых говорят, и которые находятся всегда в поле зрения. Очень много, ну, и соглашений предполагается по этому документу заключить. Да, конечно, пока еще не все сделано, потому что, действительно, год сложный, именно из-за того, что на наши отношения влияли внешние факторы. Ну, они все больше и больше, как бы, мобилируются. И будем надеяться, что вот отношения Ирана с другими странами тоже будут столь же обнадеживающими. И если Иран все больше и больше будет вписываться в мировые, так сказать, в мировые параметры взаимоотношений, то и России будет гораздо проще выстраивать эти отношения так, чтобы не на них не влияли вот эти вот внешние факторы в виде различного рода санкций. Я думаю, что, судя по тем заявлениям, которые сделали лидеры наших государств, они рассчитывают на улучшение отношения наших стран и на то, что не только политические отношения будут сохраняться и улучшаться, но и экономические связи. То есть это та область, которой я, собственно говоря, занимаюсь. И, конечно, мне очень хочется надеяться, что и здесь будет вновь, ну, возникнет тот тренд, который был в последние пять лет, исключая вот эти полтора последних годов, когда наш товарооборот все время увеличивался. У нас есть что предложить друг другу, и я думаю, что это будет отвечать интересам наших народов, конечно. Тем более, что даже исходя из того, что пишет наша пресса, что пишет иранская пресса, я думаю, что вот интерес как бы к нашим, вот, друг к другу, он возрастает. Хотя, конечно, есть и разные точки зрения, но вот как мне представляется, как я вижу, конечно, более теплые такие надежды связывают с наступающим годом в отношениях между двумя странами.